Вообще безобразие. У меня сестра пошла, у нее желчный воспаленный, она стоит на учете. Пришла, с ней даже разговаривать не стали, выгнали ее. Лечить желчный или другие хронические заболевания только в частных клиниках. За деньги такова сегодня реальность для заболевших. Накануне ввели новый порядок оказания медпомощи. Для пациентов двери государственных поликлиник отныне закрыты. Обращаться можно только к частникам, где каждый прием обойдется минимум в 700 рублей. Пенсия небольшая, платно ходить лечиться, а потом что есть-то? Как жить-то? В какое время мы живем? Вообще страшно жить. Кто-то напротив смирился с тем, что приходится платить за здоровье. Деваться-то некуда, говорят люди. Рас там не принимают, мы должны где-то лечиться. А деньги к болячкам никак не пришьешь. Накладно, наверное, тоже. Ну, знаете, ну не хуже, чем болеть. С начала пандемии нагрузка на частные клиники выросла многократно. Некоторые медорганизации физически не могут справиться с таким, в кавычках, счастьем. Врачей не хватает просто чего-то встречаться. Просто не хватает врачей катастрофически. После первой пандемии много уехало. Поэтому врачей не хватает, нагрузка большая. Некоторые частные клиники в городе, в которых раньше можно было без проблем пролечиться или прооперироваться, теперь не могут принимать пациентов без направлений с поликлиники по месту жительства. Таковы новые распоряжения. Приходишь туда с жалобами на то, что у тебя болит живот слева. Подозревают они аппендиции, дают направление. Мы лечим. У нас такие ограничения будут, безусловно. Если нет направления, то мы не сможем пролечить. А за направлением в государственную поликлинику нужно еще пробиться, ведь температурящих пациентов по-прежнему много. Минздрав, конечно, пообещал не бросать пациентов из группы риска, тех, у кого хронические заболевания, и наблюдать за ними дистанционно. Но вот что делать остальным? Вопрос риторический. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.